итак привет ребята или тунчики видите я уже в какой форме у вас наверно шок для постоянно в чем-то новом но суть не в этом смотрите какая система сейчас вот например туда-сюда вот этот глобальный конфликт я не знаю чем он закончится честно могу сказать ну блин я так понимаю что если честно давайте так скажем я вообще человеку мне все время звонят и спрашивают серега расскажи вот так говорит сверху по что там как ты что-то видишь в будущем верите нет ребят я вижу в будущем я вам потом расскажу как я вижу и как это ну вот внутри поймать это сложно объяснить но я вам постараюсь объяснить поверьте мне суть тут другом то что я вот то что я не могу увидеть то что я не вижу я не знаю как вам это объяснить но я есть вот такая хрень у меня это предчувствие а предчувствие меня никогда в жизни не подводило и что-то мне подсказывает короче как бы вам чтобы не напугать давайте так короче не очень хорошие предчувствую меня потому что будет как то вот так вот я вам сейчас просто вкратце да расскажу так по ситуации которую я вижу на свой взгляд согласитесь нет это ваше право и я вам покажу потом мы с вами окунемся назад не в будущее короче мы по времени вернемся но не советский союз но да и в советские тоже и и чуть попозже смотрите ребят я когда оговариваюсь или там запинаюсь я просто пишу тупо я не готовлюсь к ролику я собираю свои мысли 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 а потом просто выдаю то что есть и как получается так получается да я когда иногда сам пересматриваю сам себя мне хочется вставить здесь какой-то речь ставить здесь у меня нет просто времени этим заниматься просто реально нет тем более это просто все ладно суть не это поехали уже две минуты наговорил знаете какая фигня из прошлого смотрите видите флаг какой ну флажок он смотрите урсус 1614 трактор какой-то экспортер фрейд трейд офис смотрите полон и далее куры так я прочту про что точнее будет ли польша вводить войска в украину блин если честно я думаю да чем это закончится закончится ли это третьей мировой войной ну на данный момент я думаю нет там интерес у польши с украиной тоже огромный понимаете как вот у россии да вот со своими территориями на украине просто единственное что жалко то что просто украинский народ да он просто попал сейчас вот в эту заваруху я вот почему например то видео какой-то снимал да я призываю там с мариуполем всем переговорам кстати ходите прикол да я записал видео и ровно на следующий день но я уж не стал об этом писать сейчас скажу они сразу там туда-сюда там выступили все и там коридоры туда-сюда открыли через день ладно суть не в этом смотрят не смотрят дать как вы говорите вот смотрит миллион миллион посмотрели забыли иногда посмотрит один да и он хоть что-то для себя поймет потому что вот я вам сразу говорю поэтому ну как конфликт не конфликт я уже не знаю как это говорить чтобы вообще-то я не знаю как давайте так как у нас принято говорить я так и скажу не обижайтесь точнее может и не чувствуете причем если бежать короче вот это вот специально спецоперация да вот это специальная военная операция в моем понимании я вообще если честно думаю как что просто войска введут в донбасс потому что я понимал что украина донбасс свой заберет и ну то есть как они готовились забрать донбасс и луганск под свою территорию в этом даже скрывать никто не это я еще летом в твиттере даже там я не знаю там писал потому что я такой я я предполагал я думал чтобы украина просто донбасс сейчас это начнет под себя свои территории возвращать потому что время времени там вступление на то вот они как планировали на то сейчас почему у них отменяется ну потому что это вообще пипец чем грозит вот например столкновение нато с россией единственного зверший фактор это в это ну тут конечно понятное превосходство представляете там бюджет да я не могу точно вам сказать во первых если честно я вот сейчас смотрю на вот это все эксперты какие-то военные они там сидят обсуждают что-то говорят мужики такие здоровые нездоровые там и все сидят такие с умным видом туда и сюда все рассуждают и рассуждают ребят все секрет это все засекречено мы непонятно дураку что никто не знает что там в нато сколько там техники на самом деле какое новейшее вооружение сколько это ну приблизительно да там разведка не разведка работа то же самое у нас никто не знает насколько у нас реально там систем пва да я имею ввиду не мы и не знаем я это нато не знает сколько у нас реально и что может протестать если не допустим самолет какой-то супер-пупер а у нас сразу где-то в текаря создается что-то такое, что может и не только поразить и ответить. Понятное дело, что никто не хочет ядерной войны. Я вот уже в этом убежден даже. Да и всех убеждаю. Никто не хочет. Но я не могу это гарантировать на 100%. То есть, понимаете, какая канитель получается? Если честно, вообще, вот я, если честно, я обеспокоен вот этой ситуацией. Это, конечно, у меня редко бывает, потому что, блин, реально ситуация накалена до предела. И тут просто, блин, сейчас, конечно, будут запугивания. Стороны. Одна сторона будет пугать, другую. Но с НАТО... А, про НАТО. Давайте я так вот... Ну, представляете, там, бюджет, да, допустим, там... Ну, я не помню, я там читал еще каком-то там лет пять назад, там где-то 800 миллиардов, да, а Россия там где-то 80 миллиардов. Вот вам и сказать. Это только Америка. А в НАТО 30 стран. И плюс, 30 стран, которые хотят еще. Ну, как они... Они как вроде в НАТО хотят, но они приверженцы сторонникам. Ну, НАТО, короче, вот так, попроще. И тут Россия. Китай-то, понятное дело, он вообще скажет, мы не про дела, потому что дрифут. Зачем конфликт такого мирового масштаба? Единственное, да, вот если там дойдет, конечно, вообще до всего, вот это противостояние между Россией и с НАТО, это будет в истории Земли, наверное, первые и последние, вообще, вот это вот все, что... Это просто все закончится, я не знаю, там, в течение часа, двух, трех, ну, кто-то может там еще, как мой отец сказал, там, где-то пожить немного. То есть, ничем хорошим, конечно, это не закончится, и поэтому у них у самих страх, и они не знают, что делать. Либо проиграть, либо нет. Но Украину, я так понял, сейчас начнут делить. Делить начнут, да, контингент военный, представляете, если Польша вступает в конфликт, да, с Россией. Но она же страна НАТО, и причем Польша постоянно вот эти вот думают, мы сейчас туда-сюда, мы сейчас всех это нахрен будем. Но они сами же боятся, да, но они осторожничают. То есть, они, можно заявить все, что хочешь. То есть, как политик, да, вот он приходит и говорит, слушай, пошел, там, иди сюда, иди сюда. И все, а чем вот это? Иди сюда. Чем закончил? Да все, знаешь, там, все-все-все, хорош, ребят, хорош-хорош. Все, хорош, кто-нибудь врезает, все, все успокоились, разошлись, потом вместе бухают все. Вот. А если, конечно, там уже перебор, и вы знаете, когда вот группа людей стоит, и группа, да, и когда начинают двое драться, и называется, уже потом подключается один, второй, третий, массовая драка. И понятно, что дело, что по жизни, вот я это все знаю, что массовые драки ничем хорошим не кончаются. Это может дойти до всего, что хочешь. Предсказать, что будет? Блин, сложно предсказать. Я вам говорю, у меня сейчас будут какие-то идеи, я обязательно видео сниму и на эту тему. Так, сколько я там наговорил? О, на 9 минут. А давайте теперь, ребята, окунемся в историю. Кто меня посмотрел? Смотрите, давайте начнем вот с этого. Кто знает, что это такое? А вы знаете, какой год? Сейчас я вам даже цену скажу. Вот написано. Это февраль 86-го года. Февраль 86-го года. Часы славы. Смотрите, как будильник звучит. Смотрите, сейчас покажу. А, ой, ой, извиняюсь. Сейчас надо поднять. Смотрите, а 2 секунды буквально. Чё ты, блин? Не работаешь. О. А, тут завод. Вот, видите, как надо заводить. Смотрите, сейчас. Смотрите, прикол. Ну, я не ту стрелку, ну, ладно, смотри. Так, ладно. Кто знает вот эти часы? Вот эти часы стояли, да? Тоже слава, смотрите. Видите, у них кнопка как здесь сделана. Я когда в школе учился, в советское время, это были в 80-е годы. Вот это мои часы. Смотрите, какая батарейка здесь должна быть. Круглые раньше были. Так, давайте по-быстрому я сейчас пробил. Смотрите, 90-е. Нет, давайте с Ленина начнём. Смотрите, прикол. Сейчас я вам покажу. О, чё у меня есть. Ленин. Видали? Охренеть, да? О, так показать-то. Так, Ленин. Ленин у нас. Где же я тут чё-то читал? А, во, Никифоров. Мои, 70-й год. Не вижу, видно, вам нет. Смотрите, 70-й год. Руки держу. Блин. Я через 6 лет только родился. Так, сейчас дальше пойдём. Сейчас я прям быстро вас прогоню. По всем годам. Смотрите дальше. Помните раньше? Вот, смотрите. Магнитола. Mercedes-Benz. Видали уровень? Кнопки. Всё работает, кстати, если прикол. Германия сделана. Сейчас я вам. Вот. Мейтен. Germany. Мейтен. Вон, какие раньше были входные эти отверстия. Кассетные, кассетные. Это, кстати, с Mercedes-Benz какого-то снято. Не помню, откуда я её стащил. Или ездил на чём-то, продавал. Короче, раньше, как была система, да? Если кто меня не знает, первый раз смотрит, тут и по ним не знает. Если кто не был в то время, не жил, не жил. В 90-е годы, короче. Приходили вот так вот, брали мафу. Всё время машину поставил. Потому что их таскали. Мафан. Вообще, это была судьба и жизнь, как говорится. Всегда можно было, если особенно он дешёвый, там, 100 баксов, да? Если пьяный за рулём едешь. Всегда гаишникам раз, вот так вот, мафан отдал, то есть, и тебя отпустили. Ну, это если денег не было. Так, конечно. Ну, они тоже денег стоили. Поэтому всегда проще, конечно, было деньгами. А дальше время чуть-чуть изменилось. И пошли вот такие панельки. Вот они. И было круто, да? Вот я читал как-то, когда, говорит, сидели. Видите, да? Живи-си. Вон они, крутилики тут всё. Вон как она сделала. И был прикон, потому что, вот кто не знает, когда вот мне говорит там человек, садились клали мальбра и телефон мобильный. Ребята, клали мальбра, телефон мобильный и магнитолу. Вот вот такую херню. Это было очень круто. То есть можно было просто, вот мы приходили в кафе, да, или там в ресторан какой-нибудь. И вот все ходили, или в руке вот так вот её там крутишь. Все знают, что ты приехал на тачке. А особенно если там выпивали, да, все вообще были вахрене, потому что, значит, у тебя либо бабло в дохрена, либо ты где-то там работаешь. И просто её всё время на телефон ходит. Так, что-то наговорил уже на 12 минут. Давайте дальше поехали. Что я вам хотел показать самое такое? Ребята, что я хотел вам показать, я уже сам забыл. Давайте, ладно, на этом, наверное, всё. Я вам потом ещё кое-что покажу. Калькуляторы. Вот, смотрите, прикол. Кто знает, что это такое? Как свет-то тут, блин, сделать? Это, ребята. Объединение Светланы Ленинград здесь написано. Смотрите, это калькулятор. Ребята, это реальный калькулятор. Это мой калькулятор. В 80-х годах, вот я в школу ходил. Томаш, сейчас телефоны мобильные. Знаете, сколько стоило, кстати? 35 рублей. Блин, как показать цену-то? Что же со светом-то не то? То светло, то не светло. Камера что-то. Короче, 35 рублей, ребят. Калькулятор. Блин, я что-то хотел ещё сцену вам показать. Сейчас, секундочку. Калькулятор, ты хрен с ним. Калькулятор калькулятором. Во! А, ну это 90-е годы. Знаете, кто такой? Он, кстати, работает до сих пор. Точнее, что это такое? Это, ребята, CD-плеер. Помните фильм «Брат 2», да? У него, правда, Sony там был. Но это тоже неплохой. А его, по-моему, шли. Я уж не помню, как он называется-то. О! Ну, кстати, работает до сих пор, если я включил. Охренеть, аппарат, да? Вот так раньше. Сюда. Сумки такие продавали. Сумки продавали и с ними ходили. Блин, я что-то хотел показать, а я забыл реально, что я хотел показать. Сейчас я вам вспомню. Я вам сейчас покажу. Просто столько вещей, я просто даже растерялся. Смотрите, вот. Смотрите, прикол. Метафон. Кто знает такое? Это с 90-х. С 90-х, вы представляете? Вон, кнопочки туда-сюда. Всё работает. Я не знаю, правда, не включал. Вот у него батареечки сюда. Такие. Конечно, не как в тур. Славу. Портативный. А знаете, какая цена была? Смотрите, я вам прикол сейчас покажу. Электроника М402С. Дата выпуска 90... А, 06-е, 91-й год. Цена, знаете, сколько? 392 рубля. Вот, смотрите. Блин, если кто не верит, я вам потом сниму отдельно с нормальным освещением. Сейчас просто я так решил уж снять. Я вам хотел ещё что-то показать. Что-то такое, что вы сейчас в обморку пойдёте. А я забыл чего, представляете, да? Что-то я забыл. Сейчас, секунду. Паузу. Я не буду ставить. Сейчас я вам найду. Вот, ребята. Ой, блин, извините, у меня всё, блин, тягут. У меня аллергия сейчас нависит на весну на эту. Смотрите, пульт. Это пульт от телевизора Рубин. Вы видали кнопки какой толщины? Я даже не знаю, с чем их сравнить. Они тоньше спички. Ну, серьёзно, тоньше спички. О. Инфракрасный. Видите, как написано? ПДУ. Короче, написано здесь ПДУ. Пульт дистанционного управления. Блин, на скотч там что? Батарейка с этих каких годов-то? Блин, охренеть там батарейка даже. Вон, скотч он замок. Ладно, ребят, на этой хорошей ноте, наверное, нам надо прощаться. Спасибо, что досмотрели. Я надеюсь, всё будет хорошо. Конечно, молчу, будет хорошо. Нет, точнее, давайте так. Я всегда человек позитивный, оптимистичный. Поэтому должно быть всё хорошо. Блин, ну, с этими противостояниями, с этими чиновниками, честно говоря, вот меня достало. Вот эта херня, которая творится, это такой нервяк. Вы не представляете. Потому что я понимаю прекрасно, что это будет в таких глобальных масштабах. И не дай бог, что-то такое. Я не думаю, что будет прям Польша, да, если она даже ведёт свои войска. Я не думаю, что прям такое противостояние сразу, что если там российские войска столкнутся с польскими войсками. Ну, наверняка столкнутся, да, это же военные действия происходят. Но я не думаю, что там из-за этого кто-то там нажмёт. Потому что Польша тоже не дураки, они же тоже жить хотят. Они же, ну, что значит, ну, мы ввели там всё. Я думаю, всё равно надо подталкивать. Или они сами там какие-то там, я не знаю, там хотят самовыраться. Но я думаю, что они больше с территориями вот это всё. А если на кнопки нажимать, то нахрена туда вообще вся коннительная. Ради вот этого, воевать. Ради того, чтобы потом просто вообще всё уничтожить. Ладно, ребят, давайте, всё, пока.